Здравствуйте! Тема нашей сегодняшней лекции – артериальная гипертония. Распространенность артериальной гипертонии в Республике Узбекистан по данным профессора Курбанова за 2007 год составляет трудоспособный возраст от 15 до 44%, лица пожилого возраста 60-65%. Артериальная гипертония – одна из ведущих причин смертности населения. В настоящее время артериальная гипертония является причиной более 17 миллионов смертей во всем мире ежегодно, а также уменьшает продолжительность жизни в среднем на 5 лет. В Узбекистане 25% населения, то есть каждый четвертый житель, страдает артериальной гипертонией, и только один из пяти больных лечится регулярно. Именно по этой причине целью лечения артериальной гипертонии является не только нормализация артериального давления, но и предотвращение сердечно-сосудистых осложнений и снижение смертности. Артериальная гипертензия – синдром повышения артериального давления при гипертонической болезни и симптоматических артериальных гипертензиях. Гипертония делится на две большие группы. Эссенциальная артериальная гипертония или первичная, по-другому ее называем, идиопатическая, составляет 90-95%. Вторичная гипертензия – от 5 до 10%. Что надо запомнить? Что уровень артериального давления 140 на 90 мм тутного столба и выше считается для взрослых повышенным. Что такое гипертоническая болезнь? Гипертоническая болезнь – это хроническое прогрессирующее заболевание сердечно-сосудистой системы, основным симптомом которого является повышенное артериальное давление, запускаемое нарушением регуляции сложного каскада взаимодействующих механизмов, нейрогуморальные, гемодинамические, метаболические и другие, с повреждением органов мишеней. Поражение органов мишеней. Гипертрофия левого желудочка. На ЭКГ отмечается увеличение индекса соколового лейона более 38 мм. На ЭКГ – увеличение индекса массы миокарда левого желудочка более 120 мужчин, более 110 у женщин. Почки. Характеризуется креатинин эмии или гиперкреатинин эмии. Повышение микроальбумин урии, то есть повышение белка в моче, появление белка в моче. Снижение скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл в минуту. Ультразвуковые или генологические признаки атеросклеротической бляшки. Генерализованное или очаговое сужение артерии сетчатки. Европейское общество гипертонии и Европейское кардиологическое общество в 2013 году постановило, что пульсовое артериальное давление у лиц пожилого и старческого возраста включено в органы мишени. Ранее этот признак относился к факторам риска. Таким образом, пациенты с высоким пульсовым артериальным давлением выше 60 мм тутного столба попадают сразу в категорию высокого риска осложнений. Ассоциированные клинические состояния. Это церебровоскулярные заболевания, ишемический, геморрагический инсульт, транзиторная ишемическая атака. Заболевания сердца, такие как инфаркт миокарда, стенокардия, застойная сердечная недостаточность. Заболевания почек, это диабетическая нефропатия, почечная недостаточность или хроническая болезнь почек. Сосудистые заболевания, расслаивающиеся аневризмы аорты, поражение периферических артерий, гипертоническая ретинопатия, отек соска зрительного нерва. Классификация гипертонической болезни. При развитии гипертонической болезни поражаются различные органы мишени. Первая стадия. Нет поражения органов мишени, только повышенное артериальное давление больше 140 на 90 мм тутного столба. Вторая стадия. Необходима регистрация поражений хотя бы одного органа мишени. Это гипертрофия сердца, в частности левого желудочка, распространенное или локальное поражение сетчатки глаз, протеинурия или умеренное повышение в крови креатинина, регистрация атеросклеротической бляшки при ультразвуковом или рентгенологическом исследовании в аорте, сонной артерии, подвздошной артерии, бедренных артериях. Третья стадия. Комплексное поражение органов мишени. Сердце. Стенокардия, инфаркт миокарда, недостаточность кровообращения. Голодной мозг. Приходящие нарушения мозгового кровообращения. Инсульт. Гипертоническая энцефалопатия. Почки. Содержание креатинина в плазме более двух. Почная недостаточность. Глазное дно. Геморрагия и отек соска зрительного нерва или без отека. Сосуды. Расслаивающиеся аневризма сердца. Окклюзионные поражения сердца. Классификация уровней артериального давления. Оптимальное артериальное давление. 120 на 80 мм тупого столба. Нормальное артериальное давление. 120, 129, 80, 84. Высокое нормальное давление. 130, 139. Диастолическое. 85, 89. Степень артериальной гипертензии. Первое. Систолическое давление 140, 159. Диастолическое 90, 99. Вторая степень. 160, 179. Диастолическое 100, 109. Третья степень. Больше 180. Систолическое. Больше 110. Диастолическое. Изолированная систолическая гипертензия. Артериальное давление. Систолическое. Больше 140. Диастолическое. Меньше 90. Артериальная гипертония – ведущий фактор риска развития сердечно-сосудистых осложнений. На первом этапе вызывает эндотелиальную дисфункцию, раннее развитие атеросклероза, инсульты, ишемическую болезнь сердца, ишемия миокарда, коронарный тромбоз, инфаркт миокарда, ремоделирование сердца, дисфункция левого желудочка и в итоге хроническая сердечная недостаточность. Почему следует лечить артериальную гипертонию? Потому что поражение органов мишеней проявляется следующими клиническими проявлениями. Сердце – это ишемия, инфаркт миокарда, гипертрофия левого желудочка, сердечная недостаточность. Главный мозг – это инсульт, транзиторные ишемические атаки, деменция. Сетчаток глаз – это ретинопатия, кровоизлияние, отек соска зрительного нерва. Крупные сосуды – ранний атеросклероз, дисфункция эндотелия. И со стороны почек – это нефросклероз, атрофия нефронов и хроническая почечная недостаточность. Оценка общего сердечно-сосудистого риска, связанных с атеросклерозом в течение 10 лет. Низкий риск – менее 4%, умеренный риск – 4-5%, высокий – 5-8% и очень высокий риск – более 8%. Факторы риска. Возраст. Женщины старше 65 лет, мужчины старше 55 лет. Это коронарный возраст пациентов. Курение, дислепидемия, повышение общего холестерина – более 5, липопротеидов низкой плотности – более 3, 3 глицерина – более 1,7. Повышение глюкозы в плазме крови – повышение более 5,6 ммол на литр. Патологический глюкозотолерантный тест. Семейный анамнез сердечно-сосудистых заболеваний у женщин до 65 лет, у мужчин до 55 лет. Абдоминальное ожирение. Объем талии у мужчин больше 94 см, у женщин больше 80 см. Низкая физическая активность или гипотинамия. Повышение цирреактивного белка. Повышение фибриногена. Уровень пульсового артериального давления чаще всего у пожилых. На данном слайде вы видите оценку общего кардиоваскулярного риска в зависимости от наличия факторов риска, болезни ассоциированных состояний и уровня артериального давления. Внимательно ознакомьтесь с этой таблицей. Рекомендации по формулировке диагноза. Наименование болезни гипертоническая болезнь или эссенциальная гипертензия представляется неверным употреблением термина артериальной гипертензии без указания происхождения. На втором этапе указывается стадия течения 1, 2 или 3. Конкретные указания поражения органов мишени, например, гипертрофия левого желудочка, поражение церебральных артерий и т.д. Указания сопутствующих факторов риска, гиперурекемия, ожирение и т.д. И степень повышения артериального давления. Формулировка диагноза. Степень повышения артериального давления указывается у пациентов с впервые диагностированной артериальной давлением. У остальных пишется достигнутый уровень артериального давления. У стационарных больных в диагнозе указывается степень артериального давления на момент поступления. Один из примеров формулировки диагноза. Гипертоническая болезнь, первая стадия, степень артериальной гипертензии 2, дислепидемия, риск 2. Или гипертоническая болезнь, третья стадия, степень артериальной гипертензии 2, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, напряжение ФК2, риск 4, очень высокий. Или фехромоцитома правого надпочника, артериальная гипертензия 3 степени, гипертрофия левого желудочка, риск 4, очень высокий. Наиболее частые жалобы при повышении артериального давления. Головные боли пульсирующего характера затылочной области возникают утром при пробуждении, связаны с эмоциональным напряжением, усиливаются к концу рабочего дня. Головокружение, мелькание мушек перед глазами, нарушение зрения, боли в области сердца, плохой сон, раздражительность. Необходимо запомнить, не надо полагаться только на собственные ощущения. Повышение артериального давления не всегда сопровождается плохим самочувствием. Методы диагностики гипертонической болезни. Обязательные. Это общий анализ крови, общий анализ мочи, сахар крови, липидный спектр крови, креатинин, скорость клубочковой фильтрации, электрокардиография. Методы диагностики гипертонической болезни рекомендуемые. Это мочевая кислота, определение калия сыворотки крови, определение микроальбуминурии, исследование глазного дна, эхокардиография, УЗИ почек и надпочечников, УЗИ брахицефальных и почечных артерий, рентгенография органов грудной клетки, суточное мониторирование артериального давления или СМАТ. Стоит отметить, что выделяют следующие группы больных с гипертонической болезнью. Первая группа – дипер, пациенты с нормальным снижением артериального давления в ночные часы. Вторая группа – нон-дипер, пациенты составляют 26% с недостаточным ночным падением артериального давления. Третья группа препаратов – овердипер, пациенты около 19% с чрезмерным падением артериального давления ночью. Найт-пикер – больные, составляющие около 3% с ночной гипертонией, у которых ночное артериальное давление превышает дневное. Приборы для автоматизированного измерения клинического артериального давления. На данном слайде показаны приборы, которые мы используем в стационаре, амбулаторно и, возможно, использование дома. Валидированные приборы измерения центрального давления стали доступны в клинической практике. Тонометрия сонной артерии, лучевой артерии, плечевой артерии и т.д. Осложнения гипертонической болезни. Кардиальные. Ускоренное развитие коронарного атеросклероза. Ускоренное развитие ишемической болезни сердца. Отек легких. Сердечная астма. Хроническая сердечная недостаточность. Церебральные. Снижение зрения. Ускорение развития атеросклероза мозговых сосудов. Острое нарушение мозгового кровообращения. Приходящее нарушение мозгового кровообращения. Почечные – это нефроангиосклероз, хроническая почечная недостаточность. Аортальные – расслаивающиеся аневризма аорты. Меняющийся образ артериальной гипертонии. С 1960 по 2000 год осложнения гипертонической болезни были инфаркт миокарда и инсульты. Начиная с 2010 года осложнениями являются диастолическая сердечная недостаточность, мерцательная аритмия, хроническая болезнь почек, деменция. Профилактика и немедикаментозное лечение артериальной гипертонии. Во-первых, нормализация режима дня, здоровый сон. Во-вторых, коррекция питания, снижение жиров, потребление соли и уменьшение калорийности пищи. Следующее – это физические упражнения. Следующее – отказ от вредных привычек. Следующее – правильный прием лекарственных препаратов. Рациональная психотерапия и противостояние стрессом в ситуации. В мусорную корзину мы отправляем курение, алкоголь, переедание и другие вредные привычки. Схема этапного лечения. На первом этапе – изменение образа жизни. То есть снижение веса, ограничение потребления алкоголя, регулярные аэробные упражнения, снижение потребления поваренной соли, достаточное потребление калия, кальция и магния, отказ от курения, снижение уровня холестерина и уменьшение факторов риска. На втором этапе – если артериальное давление по-прежнему больше 140 на 90, продолжать вести здоровый образ жизни. Медикаментозное лечение с учетом сопутствующих заболеваний. Если таковых нет, лучше начать с диуретика или бета-блокатора, так как доказано, что они достоверно снижают летальность. Третий этап – если давление по-прежнему держится. Третий этап – увеличить дозу препарата, сменить препарат или добавить препарат другой группы. На четвертом этапе – добавить второй или третий препарат и диуретик, если он не был ранее назначен. Общие принципы медикаментозного лечения указаны на данном слайде. Начало лечения с минимальных доз одного препарата. Переход к препаратам другого класса при недостаточном эффекте. Используем препарат для длительного действия, 24-часового эффекта при однократном приеме и т.д. Недопустимо курсовое прерывистое лечение артериальной гипертонии. Интервал между ступенями лечения должен составлять не менее 4 недели. При отсутствии необходимости в более быстром снижении артериального давления или непереносимых нежелательных явлений. Лечение гипертонической болезни. Цель лечения – максимальное снижение общего риска сердечно-сосудистых заболеваний и летальности, которое предполагает не только снижение артериального давления, но и коррекцию всех выявленных факторов риска. Целевые уровни артериального давления с 2003 по 2010 год практически не изменились. Т.е. все больные должны находиться на артериальном давлении систолическом 130-139, диастолической 80-85. Снижение артериального давления ниже указанных цифр не дает улучшения прогноза. Антигипертензивные препараты. Существуют определенные группы антигипертензивных препаратов. Ингибиторы АПФ, блокады рецепторов ангитензина-2 или сортаны, антагонисты кальция, теозитные диуретики, бета-адреноблокаторы. Дополнительные. Альфа-адреноблокаторы, антагонисты имидазолиновых рецепторов, прямые ингибиторы ренина. Классификации ингибиторов ангитензин превращающего фермента. На данном слайде указана классификация с представителями тех или иных препаратов. Имеются противопоказания беременность, лактация, гиперкалимия, двусторонний стеноз почечных артерий, гиперчувствительность, артальный стеноз, побочные эффекты, указанные на слайде. Классификация блокаторов ангитензина, ангитензиновых рецепторов по химической структуре, в зависимости от наличия активного метаболита и в зависимости от типа антагонизма. Ознакомьтесь внимательно с этим слайдом. Блокаторы рецепторов ангитензина-2, противопоказания, побочные эффекты. Классификация антагонистов кальция. Также представлена классификация. Следует отметить, что мы для длительной терапии используем антагонисты кальция 2 и 3 поколения. Побочные эффекты, противопоказания, также указаны на этих слайдах. Ознакомьтесь внимательно. Диуретики. Классификация. Три основные группы, тиозидные и тиозидоподобные, петлевые и кальнезберегающие, назначают по показаниям. Противопоказания и побочные эффекты указаны на этом слайде. Классификация бета-адреноблокаторов. Также указаны на этом слайде. Кардиоселективные, кардионеселективные. Ознакомьтесь внимательно с этими препаратами. Имеются абсолютные противопоказания, относительные противопоказания для назначения бета-адреноблокаторов. Побочные эффекты, также указаны на этом слайде. На данном слайде указана комбинация препаратов, которые предпочтительно мы можем использовать. Все препараты, основных их 5, мы можем использовать в комбинации друг с другом для комбинированной терапии. 2, 3, 4 препарата. Нерациональные комбинации указаны на этом слайде. Ознакомьтесь с ними внимательнее. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...